Добрый день, уважаемые доктора. Рад, что вы присоединились к очередному вебинару из цикла Трэдомед Академия. Сегодняшний вебинар ведет уважаемая Венера Айратовна Шаимова, директор Центра зрения из Челябинска. Приветствую, Венера Айратовна. Этот вебинар будет посвящен проблемам, связанным с периферическими дистрофиями сетчатки. Я очень рад, что сегодня очень большое количество докторов подключилось. Мы видим, что возросло количество подключений из Казахстана, из Грузии, из Белоруссии и, конечно, со всей России, включая Камчатку, Калининград и все пространство, которое находится между. Спасибо вам, доктора, что вы в это время коронавируса продолжаете работать, лечить людей. И сегодня давайте посмотрим прекрасный этот вебинар. Ну, это часть цикла, который будет состоять из трех вебинаров, еще будет два, о них я напомню позже в конце. Пожалуйста, внимательно слушайте, пишите вопросы, на них будем отвечать. И лучший вопрос получит приз от авторов Венера, там далеко у вас этот приз. Вот, это атлас по периферическим дистрофиям сетчатки, там будут дарственные подписи авторов. И хочу сказать, что вот это такое издание, оно единственное пока что в мире. И этот атлас переведен на английский язык издательством «Шпрингер». Начинайте, Венера, мы слушаем. Уважаемые коллеги, позвольте представить первое сообщение из серии трех вебинаров, посвященных дегенеративным заболеваниям периферии сетчатки. Итак, сегодня мы поговорим о периферических дегенерации сетчатки, код по МКБ-10H354. Периферической дегенерацией сетчатки являются причиной регментогенной отслойки сетчатки до 55%. Причиной развития отслойки сетчатки является разрыв, чаще всего клапан, который развивается из дистрофически измененной сетчатки с наличием витролитинальной тракции во время задней отслойки стекловидного тела. Далее, когда происходит задняя отслойка стекловидного тела, жидкая часть проходит через разрыв и отделяет нейросенсорную сетчатку от пигментного эпителия. Таким образом развивается регментогенная отслойка сетчатки. Задняя отслойка стекловидного тела – это клинически значимый политеологический процесс нарушения витролитинального соединения. Нормальное, полное отслоение задней геолоидной мембраны – естественный, благоприятный исход задней отслойки стекловидного тела. Цель оптимизации диагностики периферических дистрофий путем ОКТ-сканирования для выявления группы риска и определения показаний к лазерной коагуляции сетчатки. Материалы и методы. Мы в своей работе используем CDO-сети Avanti RT-VUXR, FUNDUS CAMERU CES VIZU CAM500, UZI QTOM APLEO 300 TOSHIBA и также лазерные системы – это ACULA GL-GLX NAVILAS 577S. Прежде всего, когда пациент к нам обращается за консультацией, мы проводим традиционное обследование. Это визометрия, тонометрия и так далее. Главным это является наша биомикроскопия. Перед вами видеощелевая лампа, на которой мы работаем. Обратите внимание, что есть у нас защитный экран. Я думаю, что многие офтальмологи сейчас устанавливают себе защитный экран. Если вы хотите, можете обратиться к нам на Инстаграм, посмотреть. Мы, думаю, что сегодня или завтра выложим более подробно про этот экран. Что же мы видим с 60-й линзой или видим при осмотре с линзой Гольдмана? Мы все записываем на видеощелевую ламп. Это очень удобно. Посмотрите внимательно. Перед вами витрилетинальный пучок, которому сделана лазерная коагуляция сетчатки. Достаточно все как бы неплохо видно. Мы делаем на фонду с камере фотографию цветную, рассматриваем. Но сказать, где же все-таки проходит тракция, как сделаны наши лазерные коагуляты, насколько они эффективны, мы сказать с вами не сможем. Поэтому мы как бы обращаемся к ОКТ-сканированию. Перед вами ОКТ-сканирование, которое позволяет увидеть тракционный симптом. Посмотрите на верхнем снимке, стрелочкой указано. И видим полость, которая образовалась из-за витрилетинальной тракции. На нижнем снимке вы видите лазерные коагуляты, которые мы можем сделать ОКТ, видно хорошо при ОКТ-сканировании. Мы предлагаем вам схему дегенерации разрыва сетчатки. Мы это в своей книге описывали. Вот предположим, мы увидели витрилетинальный пучок и его зарисовали. Не обязательно иметь вот такую полную схему, но я думаю, что можно взять просто ручкой или карандашом нарисовать. Это, во-первых, видно, где расположено и какая-то дистрофия. Это глаз пациентки, второй глаз у этой же пациентки. У нее след улитки тоже с выраженной тракцией. То есть мы с помощью офтальмоскопии, биомикроскопии, фотографирования не можем увидеть тракцию. А вот на ОКТ мы с вами видим, что по краям этой дистрофии хорошо видны витрилетинальные тракции. Также зарисовываем в верхненаружном сегменте. Это вот так выглядит след улитки. Перед вами 3D-ОКТ-сканирование. Я специально сделала ручной режим, подвела красную черту к краю дистрофии, чтобы вы могли видеть. Теперь я ее переставляю, и вы отчетливо видите, как по краю этой дистрофии след улитки видны тракции и сращения. А также видите лазерные коагуляты. Для того, чтобы нам не бегать из одного кабинета в другой, мы сделали вот такую общую систему. В лазерной у нас имеется компьютер, и с помощью программы NetView Pro мы можем посмотреть любой снимок, скан с ОКТ, который находится в кабинете, ну, через кабинет. И также в этот же компьютер приходят данные с помощью программы Epifan с лазера на ВИЛАС-577. Очень удобно. Итак, что же нам дает ОКТ-сканирование? ОКТ-сканирование нам дает возможность определить качественную и количественную оценку структуры сетчатки в зоне дистрофии, получить информацию о состоянии витриоретинального интерфейса, выявить витриоретинальную тракцию, определить состоятельность проведенной лазерной коагуляции сетчатки, провести динамическое наблюдение пациента после лечения. Перейдем к периферическим дегенерациям сетчатки. Периферические дегенерации бывают нерегментогенные и эрегментогенные. К нерегментогенным дистрофиям относятся непредрасположенные дистрофии от слойки сетчатки. Некоторые авторы называют ее доброкачественными, ПХРД или неопасными. Эти дистрофии могут быть интраретинальными и хореретинальными. К ригментогенным относятся те дистрофии, которые предрасполагают к развитию от слойки сетчатки, то есть являются опасными, недоброкачественными или, как мы привыкли с вами писать, ПВХРД. Данные дистрофии могут быть витриохореретинальные с разрывами, и витриохореретинальные без разрывов, с наличием субретинальной жидкости, отсутствием или смешанные. В группе нерегментогенных периферических дегенераций относятся белое бездавление. Эта дистрофия сейчас очень актуальная. Одни авторы считают, что это опасная дистрофия, другие считают, что это не опасная дистрофия. Мы сделали анализ 280 случаев за 5 лет, и каждого практически пациента просканировали сетчатку, и увидели, что, оказывается, белое бездавление представляет собой гиперрефлективность эллипсоидного слоя фоторецептора. То есть, получается, вот эта белая полоска как раз соответствует белому бездавлению. Первая группа к нерегментогенным периферическим дегенерациям относится темное бездавление. Это очень редкая дистрофия, которая позволяет нам не делать лазерную коагуляцию. Вот данный пациент к нам обратился с тем, что ему необходимо сделать лазерную коагуляцию. Когда мы просканировали, то мы увидели, что, оказывается, именно этот участок, вот этот вот, он является тем участком, где нету, вообще отсутствует рефлективность эллипсоидного слоя фоторецептора. То есть, это зона гипорефлективности эллипсоидного слоя фоторецептора. И в данном случае лазерную коагуляцию делать не надо, потому что отсутствует тракционный синдром. Также к нерегментогенным периферическим дегенерациям относится кистовидная дегенерация. Посмотрите внимательно, как она красиво выглядит. На периферии, на ОКТ, мы с вами видим кисты. То есть, тракционного синдрома нету. И, естественно, эта дистрофия имеет доброкачественный характер. Жемчужная дистрофия, это тоже достаточно редкая, когда мы ее визуализируем, потому что находится на крайней периферии. С помощью ОКТ мы можем увидеть, что это интерретинальная полость с гиперрефлективными стенками и гиперрефлективным содержанием внутри этой дистрофии. К нерегментогенным периферическим дегенерациям относится также ретиношизис. Он может быть плоским и может быть булезным. Причем булезный, вы видите, что он может расслаиваться на два слоя или на три слоя. То есть, ОКТ нам позволяет это все хорошо визуализировать. След медведя можно увидеть тоже с помощью ОКТ. Вот эти очишки, которые темного цвета, это называется дистрофия след медведя. На ОКТ они проявляются гиперрефлективностью слоя пигментного петелия, который создает вот такую вот тень на все остальные слои. Булыжная мостовая тоже относится к данной группе неопасных дистрофий. И сотовидная дистрофия. Сотовидная дистрофия это также точечные гиперрефлективные изменения слоя пигментного петелия. Здесь на этом слайде еще оказался участок атрофии нейросенсорной сетчатки. Вот он, этот участок. Можно его заодно посмотреть. Скан проходил вот таким вот образом. Итак, переходим к другой группе. Группе регментогенных периферических дегенераций. Первым возглавляет это решетчатая дистрофия. Частота в популяции ее составляет до 12,4%. Причем при регментогенной отслойке она встречается до 35%. При наличии ЗОСТ клапанные разрывы могут встречаться до 2%. С крышечкой до 24%. Но сама решетчатая дистрофия может являться причиной регментогенной отслойки сетчатки до 1%. Каковы же признаки решетчатой дистрофии? Вот такая красивая картинка, которую мы сделали на фунду с камерой. Мы ее разделили на части. Вот первая линия сканирования. Она соответствует вот этой картиночке. Мы с вами видим небольшой тракционный участок. Это только начало дистрофии. И выраженную уже витриретинальную тракцию. Вторая линия соответствует как бы краю дистрофии. И вы видите уже широкую полосу витриретинального сращения и тракции. И неравномерность поверхности самой дистрофии. Третья линия это по практически центру дистрофии. Мы сейчас мы здесь видим по краю выраженные витриретинальные сращения, тракцию, неравномерность поверхности. И также изменение пигментного эпителия. Четвертый скан проведен поперек. Мы видим те же самые изменения, только более поперечно и у них уже диаметр получается поменьше. Но также видим по краю большие витриретинальные тракции. То есть признаками являются ригмантогенных периферических дистрофий. Это витриретинальное сращение по краям дистрофии. участки разжижения стекловидного тела, деструкция атрофии нейросенсорной сетчатки, наличие белесых линий, которые мы видим с вами на фотографии, и деструкцию пигментного эпителия. Перед вами другая разновидность решетчатой дистрофии. Она более светлая, но зато вот эти белесые линии видны наиболее значимо. На нижнем снимке мы видим, что решетчатая дистрофия дала разрыв клапаны. И этот клапанный разрыв мы с вами можем увидеть на ОКТ. Вот этот клапан имеет сращение со стекловидным телом, который привел к развитию разрыва и до сих пор продолжает свое действие, тянет кверху. А вот здесь локальная отслойка сетчатки. След улитки. Частота в популяции следа улитки составляет около 10%. При регментогенной отслойке сетчатки встречается 10-20%. Но сама дистрофия так же, как и решеточная, как и та дистрофия, которую только что мы разобрали, она тоже встречается где-то примерно около 1%. Признаками регментогенной периферической дегенерации лет улитки являются витритинальное сращение, стракция по краям, так же, как и решетчатой дистрофии, участки разжижения, так же и деструкция атрофея нейросенсорной сетчатки, наличие белых линий уже нету при этой дистрофии, имеется деструкция пигментного эпителия сетчатки. Витриоретинальный пучок тоже является регментогенной периферической дегенерацией. Частота в популяции до 72%, но кистовидные дистрофии встречаются реже, до 5%, могут иметь билатеральный процесс. При регментогенной отслойке сетчатки выявлено до 10% кистовидной витриоретинального пучка. Витриоретинальный пучок является причиной фигментогенной отслойки сам по себе. Это у 1%. То есть при регментогенной он встречается у 10%, но сам вот этот именно витриоретинальный пучок может вызывать всего лишь в 1% случаев. Это по данным литературы Байер. Уважаемая Венера Натана, вот вопрос, у вас на верхнем скане в отличие от нижних видны еще зоны дистрофии пигмента петелия. Можете про это рассказать? Уважаемый Алексей Валентинович, спасибо за вопрос. Вот про эти имеете ввиду, вот смотрите, если мы посмотрим на фотографии, то мы увидим с вами участки пигментации. Вот эти участки пигментации, скан вот так прошел, как раз попадает. То есть получается, что здесь имеется изменение в нейросенсорной сетчатке и также за счет и гиперпигментации участка пигментации. Признаками является глиозная дегенерация, вот она, витриоретинальные сращения, при этом могут быть еще и кистовидные изменения, причем кистовидные изменения с выраженной тракцией. Позвольте представить клинический пример. Витриоретинальный пучок, который был у пациента возможно много лет, пациент к нам обратился в 2018 году просто на парафиологический осмотр. мы увидели витриоретинальный пучок, сделали сканирование, предложили пациенту, как-то он нам не понравился изначально, предложили пациенту понаблюдаться, но ему сразу предупредили, что возможно, что нужно сделать лазерную коагуляцию, потому что видите, вот здесь вот уже есть кистовидные изменения. Пациент отказался, решил понаблюдаться и вот что произошло. он уже приезжает к нам практически через несколько месяцев и мы видим на глазном дне клапанный разрыв. Причем он L-образный, он еще не полностью. Пациенту предлагаем сделать лазерную коагуляцию, он соглашается, делает лазерную коагуляцию в лазерном центре, далее уезжает, приезжает через еще некоторое время, уже через больше чем полгода и мы обнаруживаем у него большой U-образный клапанный разрыв. Но заметьте, что лазерная коагуляция, выполненная вокруг, она удержала, отслойки сетчатки нету, субклиническая отслойка конечно сохраняется, но зато поле зрения у него нормальное, жалоб у пациента нет. То есть здесь вот этот пример нам показывает, что витрии ретинальной пучки действительно являются опасными и что необходимо за ними наблюдать и вот именно этот случай показывает о возможности развития клапанного разрыва. Следующий случай это прогрессирование решетчатой дистрофии в клапанный разрыв. Обращается к нам пациент еще в шестнадцатом году. Мы видим решетчатую дистрофию, выраженные сращения и тракцию со стороны стекловидного тела. Предлагаем пациенту сделать лазерную коагуляцию, пациент отказывается, дальше приходит уже через два месяца и у него посмотрите по краю решетчатой дистрофии образуется вот такой клапанный разрыв. При этом обратите внимание, что именно тракция остается там же. Он как бы получается вырывает кусок у сетчатки и вот такой дым из трубы сохраняет вот что в первом случае здесь даже более выражено. Далее через год пациента мы приглашаем, ему сделали лазерную коагуляцию, дистрофия остается как бы лапа по размерам, но тракционный синдром увеличивается, отслойки сетчатки нету, лазерные коагуляты достаточно в хорошем состоянии. Вот такой вот пример лазерной истории нашего пациента. Итак, факторами риска развития регментогенной отслойки сетчатки являются клапанные разрывы, отслойка задней геологии, мембраны, наличие регментогенной отслойки второго глаза, фокертифокия, симптоматические проявления в виде фотопсии плавающих помутнений, затуманивания, субклиническая отслойка сетчатки вокруг разрыва, семейные анамнези, системные заболевания. Я думаю, что эти факторы риска вы прекрасно знаете, это будем обсуждать на следующем семинаре, вебинаре, но все-таки раз мы заговорили с вами об опасности отслойки сетчатки, я решила вставить этот слайд. К сожалению, в настоящее время до сих пор не установлены четкие общепринятые классификации периферических дистрофий, критерии проведения лазерной коагуляции сетчатки, что заставляет лазерных хирургов решать этот вопрос, полагаясь главным образом на собственный опыт, так гласит литература. В настоящее время есть несколько документов, которые я могу сейчас вам продемонстрировать. Первое это клинические рекомендации по допуску к занятиям, спортом, тренировкам и спортивным соревнованиям, в соответствии с видом спорта, спортивной дисциплиной, возрастом, полом, при болезни глаз и нарушении зрения. Этот документ уже утвержденный и мы с вами можем этим документом пользоваться. Вот цитата. Какие же показания к барьерной лазерной коагуляции сетчатки? Первое. При обнаружении дистрофии с локальной отслойкой сетчатки барьерная лазерная коагуляция должна быть выполнена неотложно, то есть тут же. Следующее. При наличии витриретинальной тракции без разрывов, а также при таких видах дистрофии, как след улитки и не подобное, решетчатая лазерная коагуляция сетчатки проводится в плановом порядке в ближайшие две недели. Я специально упустила здесь пункт о разрывах, потому что следующий вебинар у нас будет посвящен разрывам. Вот посмотрите внимательно, что написано, то есть получается, если к нам на прием приходит пациент, который является спортсменом или там усердно тренируется, то по идее мы с вами должны провести лазерную коагуляцию сетчатки при второй группе это регментогенные дистрофии сетчатки. Причем плановый прием наблюдений не реже одного раза в 6 месяцев. Я думаю, что это существенный документ и его надо всем знать. Второй документ, который тоже утвержден, это премиопия у детей. Привожу цитату. Рекомендуется лазерная барьерная коагуляция сетчатки у детей с миопией при выявлении ретинальных дефектов. Решетчатой дистрофии с истончениями, которые локализуются в верхней половине глазного дна. Любые разрывы сетчатки изолированные или связанные с решетчатой дистрофией для профилактики развития отслойки сетчатки. То есть если решетчатая дистрофия у ребенка по данному документу расположена в другом сегменте, не в верхнем, то есть по данному документу мы как бы должны подумать, будем мы делать лазерную коагуляцию или нет. Это тоже очень важный документ. В настоящее время основным документом являются клинические рекомендации по периферической дегенерации четки. Но, к сожалению, они находятся в разработке с мая 2019 года. Вот я сделала такую выписку и можем с вами посмотреть. Я думаю, что если мы все будем разбирать, это будет очень долго. Я думаю, каждый из вас уже это знает, либо если не знал, посмотрит. Здесь мне вот этот документ очень нравится. тем, что впервые нам даны рекомендации. А как же вести беременных? Какой срок коагуляции? Как проводить коагуляции? Другое дело, что некоторые пункты у нас вызывают вопросы. Я думаю, что так, как этот документ находится на обсуждении, мы с вами можем как раз таки обсуждать все пункты, которые нас интересуют. Вот давайте поговорим о симптоматической решетчатой дегенерации и следу литки. Что значит симптоматическая? Симптоматическая это когда пациент приходит с жалобами, что у него плавающие помутнения, чаще всего это при задней отслойке стекловидного тела. то считается, что нет такой необходимости сразу делать лазерную коагуляцию. Нужно наблюдать при отсутствии факторов риска. О факторах риска мы с вами поговорим. Это факия, артифакия, это когда пациент ожидает лазерную дисцизию вторичной катаракты, это когда есть отслойка на другом глазу, если планируется беременность и роды, и молодым пациентам, которые занимаются спортом. То есть если вот эти факторы риска есть, то мы с вами можем сделать по данным клиническим рекомендациям ограничительную лазерную коагуляцию. И здесь данные предлагают диаметр от 200 до 500 микрометров, вторую, третью степень полиэсперанца и сделать от 3 до 5 рядов, причем край в край. Не нужно делать один инкогуляк здесь, через 2 миллиметра другой, надо делать прямо край в край, то есть слитно делать и начинать первый ряд по рекомендациям по краю дегенерации. Если же решетка бессимптомная, вы ее случайно обнаружили во время осмотра, то лечение обычно не нуждается. Но в любом случае, наверное, фактор риска нужно соблюдать. И невидная дегенерация, булыжная, мостовая, периферические друзы, кистовидная, это те дегенерации, которые мы с вами разобрали, которые относятся к первой группе нерегментогенных дегенераций, они в лечении не нуждаются. Я думаю, что все вы прочитаете эти клинические рекомендации, и мы даже сможем с вами на следующих вебинарах о них поговорить. Что же пишут наши американские коллеги? Смотрите внимательно. Значит, периферические изменения сетчатки, это решетчатая дистрофия с дырчатыми дефектами без них, а в других дистрофиях как-то нету литературы в большом количестве доступной. Если есть симптомы, о которых мы говорили, факторы риска, то лечение они предлагают только иногда. Если факторы риска отсутствуют, то необходимости в лечении нет. Факторами риска они считают это миопия высокой степени, парный глаз, когда на втором глазу имеется отслой посетчатки, и артифакия или эфакия. То есть при таких случаях они предлагают в редких случаях делать лазерную коагуляцию. Итак, проведем обзор литературы. Ковы же показания к лазерной коагуляции сетчатки по данным доступной литературы. Первое. Лазерная коагуляция сетчатки положена при наличии симптоматической отслойки задней геолоидной мембраны. Второе. При симптоматических клапанных разрывах, при всех формах симптоматических разрывов и четвертое. При малейших признаках витриолитинальных тракций. То есть у наших авторов нет единого мнения, когда же можно проводить профилактическую лазерную коагуляцию сетчатки. Далее. Мне очень нравится книга под редакцией профессора Большунова, где он пишет, что показаниями клазерной коагуляции являются все дистрофии с недоброкачественным течением. То есть вторая группа, о которой мы говорили, это решетчатая, след улитки и неоподобная и другие виды дистрофии с явлениями витриолитинальной тракции. А также все виды хуриотинальных дистрофий с недоброкачественным течением и ретинальные разрывы на вторых глазах перед проведением рефракционных операций и прогрессирующие ретиношизисы. Итак, какая же терапевтическая эффективность лазерной коагуляции? В литературе имеются самые разноречивые публикации. Одни авторы пишут, что до 100% эффективность. Другие авторы пишут, что лазерное лечение, к сожалению, иногда само может быть, следует признать отдельным фактором риска развития регментогенной отсутствия. То есть мы наложили лазерные коагуляты, а разрыв пошел прямо по нашим лазерным коагулятам. И еще, так как процент осложнений нелеченных периферических гистрофий сетчатки составляет всего до 1%, витриоретинального пучка 1%, дырчатых разрывов 0,3%, то нет показаний для того, чтобы проводить профилактическую лазерную коагуляцию. И также пишут о появлении новых разрывов во время задней отслойки стекловидного тела в области неизмененной сетчатки и высокий процент отслойки сетчатки среди леченных периферических дегенераций сетчатки. Диагностика и лазерное лечение в нашем центре проводится с помощью контактных, например, с помощью линзы Panfundus 165 PRP 160 и так далее. лазерное бесконтактное с помощью бесконтактного объектива. Очень удобно на навигационном лазере посмотреть не только центр, но и периферию сетчатки с помощью вот этого бесконтактного объектива, который видите на картинке. То есть мы смотрим сначала сетчатку, видим очень хорошо практически до периферии и затем можем использовать это в лечении. Позвольте представить клинический пример. Пациентка 29 лет с миопией слабой степени обратилась к нам с жалобами на плавающие помутнения. У нее на втором глазу была субклиническая отслойка сетчатки, большая дистрофия решетчатая, которая вызвала у нее разрыв сетчатки. Поэтому она решила перед родами показаться и мы у нее выявили вот такую вот дистрофию. То есть это дистрофия след улитки, который имеет тракцию. Очень хорошо видно на enhanced HD line. Видите стекловидное тело, а вот здесь как будто пустота или так называемого лакона. Мы провели лазерную коагуляцию, вот видны лазерные коагуляты и даже здесь мы можем их увидеть на enhanced HD line. Перед началом операции мы с вами сделали желтые зоны безопасности, далее проводим планирование, все делается бесконтактно, это планирование переходит на верхний экран, уже по готовому плану мы проводим лазерную коагуляцию. Эта операция безболезненная, быстро выполнимая и с хорошим эффектом. После того, как мы сделали, делаем фотографию. Все, тут же фотографию. Вот данные пациентки. Пациентка пришла в верхнем слайде, видно. Далее это буквально через минуту после того, как сделали лазерную коагуляцию, и пациентка подошла к нам уже получается через две недели. Видны коагуляты черного цвета, достаточно такие симпатичные и хорошо их видно. Следующий клинический случай. Решетчатая дистрофия. Видите на слайде вот такие вот несквозные разрывы, неровную поверхность и выраженную тракцию по краям. Видео также определяются зоны безопасности, это зрительная лев, нерв и макулярная область. Далее проводим планирование бесконтактно и проводится лечение. Кстати, я говорила, этот случай сделан с контактной линзой. ТРП 165. Операция также безболезненная, быстро выполнимая, пациент очень хорошо себя чувствует, потому что это все делается быстро и хорошо переносится. как только закончили операцию, проводится видеосъемка. Итак, пациент, вид пациента фотографий до лазерной коагуляции и через минуту после лазерной коагуляции. Каковы же принципы проведения лазерной коагуляции сетчатки? Первое, это проведение лазерной коагуляции по краю дефекта. Плотное расположение коагуляции, сливной характер, интенсивность второй, третьей степени по эль-эспиранции. То есть те времена, когда мы с вами выполняли лазерную коагуляцию на большом расстоянии прошли, нужно делать это уже так правильно и чтобы можно было на УКТ это все проследить. Каковы же ошибки при лазерной коагуляции сетчатки? Первое, это излишняя агрессивность. То есть у нас встречаются случаи, когда лазерные коагуляты делают агрессивно и мы получаем нежелательные осложнения. Повышается риск послеоперационных осложнений. То есть проводится лазерная коагуляция без наличия задней отслойки и вот эти вот наши к сожалению лазерные коагуляты могут сами являться источником витриоретинальной адгезии и разрыв сетчатки. Это по данным литературы. Посмотрите, роль УКТ здесь практически неоценимая. Больше ни одним другим аппаратом мы с вами не сможем увидеть, как же выглядят коагуляты. Именно УКТ нам позволяет увидеть эффективность лечения. В данном случае мы с вами видим достаточно большое расстояние между коагулятами. То есть вот это когда доктор сделает, он может взять и дополнить лазерное лечение. Я сейчас хочу остановиться на тех случаях, когда мы с вами видим необоснованные лазерные коагуляции. У пациента имеется параоральная пигментная дистрофия сетчатки. Вот параллельно ей наложены коагуляты. Причем коагуляты наложены не только вот так вот пигментирно выглядят, а видите с выраженной атрофией пигментного эпителия. И на УКТ мы видим измененные пигментные эпители, нейросенсорную сетчатку. Я думаю, что это не лучший способ лечения. При этой дистрофии параллельно пигментной лазерная коагуляция была не показана. Далее необоснованность лазерного лечения вы можете видеть на этих кадрах. Здесь практически нет никакой дистрофии. Ни перед, ни после. Вот эта зона была ограничена. То есть мы с вами не видим ни одну дистрофию, о которой мы с вами говорили или даже не говорили. Сегодня мы разобрали с вами основные. И на УКТ мы видим отсутствие витриоретинальных сращений, разрывов и отслойки сетчатки. В этом случае также была сделана лазерная коагуляция сетчатки при совершенно нормальной сетчатке. На УКТ нет тракции, разрывов, витриоретинальных сращений. Все ровно, гладко, поверхность сетчатки ровная, поэтому необходимости в данном случае лазерной коагуляции сетчатки не было. Необходимости не было. Перед вами плоский ретиношизис. Показаний к лазерной коагуляции плоского ретиношизиса также не было необходимости. Лазерные коагуляты расположены видите как в разных местах с большим расстоянием. Зачем лечили, что лечили непонятно. То есть плоский ретиношизис он не лечится только наблюдается. Но наблюдать надо обязательно, потому что иногда бывает переход в булезную фугуру. Контроль эффективности ОКТ очень полезен, потому что при прогрессировании булезного ретиношизиса мы с вами здесь видим как отрываются лазерные коагуляты. Видите? То есть идет прогрессирование и нам уже нужно решить вопрос о возможности оперативного лечения после лазерной коагуляции. И консультацию витриоретинального хирурга. Каковы же выводы? Современный подход к диагностике периферических дегенераций сетчатки требует внедрения новых технологий. В частности ОКТ с целью оптимизации показаний профилактической лазерной коагуляции сетчатки сканирование витриоретинального интерфейса позволяет выявить группу риска и опасности развития ревматогенной отслойки сетчатки. Позволяет определить эффективность лазерного лечения. Я прочитала вам вебинар, показала две различные группы, показала как выглядит ОКТ. Благодарю вас за внимание. Я надеюсь, что вы мне зададите вопросы, я постараюсь на них ответить. Спасибо за внимание. Спасибо большое за вебинар, очень интересно. Можно я задам первый вопрос по вашим наблюдениям, какой процент решетчатых дистрофий имеет традициональные тракции? Еще раз повторите, пожалуйста. По вашим наблюдениям, примерно какой процент решетчатых дистрофий обладает теми тракциями традициональными, которые точно надо коагулировать в этом случае? Вы знаете, вопрос очень сложный. Дело в том, что, например, приходит пациент, у которого решетчатая дистрофия, верхний сегмент, то по данным наших клинических рекомендаций, мы его должны коагулировать. если же приходит пациент в нижнем сегменте, но он является спортсменом, то мы его тоже коагулируем. Получается вот примерно где-то, наверное, все-таки 70% мы лазерных коагуляций проводим. Примерно в наших условиях. Спасибо. Так, следующие вопросы. Вы считаете обоснованным выполнение БЛК у детей до 16 лет, вы считаете обоснованным выполнение лазерной коагуляции у детей до 16 лет, учитывая достаточную безопасность метода, так и то, что РОС возникает именно у детей исключительно редко. Я не говорила в своем докладе об болезненность метода. Кстати, лазерная коагуляция сетчатки у нас на бесконтактном лазере на ВИЛАС-577 совершенно безболезненной. И я не считаю, что именно болезненность здесь является каким-то препятствием для выполнения лазерной коагуляции. Лазерную коагуляцию у детей нужно четко выполнять при необходимости. Поэтому я всегда предлагаю сделать УКТ-сетчатки и решить, есть тракция или нет тракции. И обязательно понаблюдать. Если мы видим увеличение тракции, то мы проводим лазерную коагуляцию сетчатки у детей. Следующий вопрос. бессимптомную решетку наблюдать и не делать лазерную коагуляцию, несмотря на то, что на сети будет выявлена витроретинальная тракция и подтекание субретинальной жидкости. Я думаю, что надо здесь обсудить факторы риска. Если у пациента есть подтекание субретинальной жидкости, это и является как бы фактором риска. Я думаю, что в этом случае я бы обязательно сделала лазерную коагуляцию сетчатки. И остановитесь пожалуйста подробнее, как технически делать УКТ периферии, как вывести нужную зону. Для того, чтобы делать УКТ периферии, нужно очень хорошо научиться делать УКТ центра сетчатки и иметь аппарат, который может позволить войти в периферию сетчатки. Предположим, вам нужно сделать верхний сегмент. Тогда голова пациента, лоб должен отойти от упора и вот получается, я вот на себе прям покажу, пациент должен вот так вот смотреть и глазами вверх. То есть вам нужно 12 часов, вы направляете взгляд вверх на 12 часов и подводите УКТ. прекрасно видно, все получается. Если вам нужно, например, на 3 часах, то вы подводите в наружную сторону и тоже чуть-чуть голову поворачиваем в эту сторону, где вы сканируете. Если вам нужен нижний сегмент, то вы просите пациента наоборот лбом прижаться, но подбородок у него будет немножко на себя, вот так на себе показываю, чтобы было понятно, и пациент смотрит вниз. Тогда вам пальчиком нужно обязательно придержать верхнее веко. И вы тоже увидите, но для этого нужен большой навык. Так, следующее. Все ли периферические изменения возможно визуализировать с помощью УКТ? Не используете ли вы какие-либо вспомогательные средства при УКТ сканировании периферии сетчатки? Ну, я скажу, что все дистрофии, с которыми мы работаем, практически все мы выводим. Все зависит от опыта специалиста и возможности аппарата, на котором вы работаете. Специальными вспомогательными средствами при УКТ сканировании мы не используем, кроме как положение головы и положение аппарата. То есть аппарат, по идее, стоит все время прямо, потому что он не может сдвигаться наш, но если вы положение головы глаз, это все помогает вывести нужный участок. Поэтому те дистрофии, которыми мы работаем, практически нам все удается сделать. таким образом, вопрос следующий, вы ставите на первое место наличие субъективных жалоб, которые сильно зависят от самого пациента, образа его жизни и так далее, несмотря на объективные признаки, выявленные на сети, имеются явные клинические ножницы. Спасибо за вопрос. Я думаю, что здесь вопрос очень такой сложный. Пациент, когда приходит, он просто так не жалуется, он говорит, у меня появились плавающие помутнения. Нужно обязательно сделать УЗИ, потому что первые признаки задней отслойки стекловидного тела очень хорошо видны на УЗИ и на ОКТ. Если мы видим тракционный синдром и видим вот эти его жалобы, это уже симптоматический получается дефект, предположим, решетчатая дистрофия, то в таких случаях, конечно, мы проводим лазерную коагуляцию сетчатки и наблюдаем пациентов динамики. Вот здесь пишут, что Венера Аратовна очень интересная наглядная практическая лекция, спасибо большое, вам тоже огромное спасибо, что вы пишете такие приятные слова, конечно, волнение у меня очень большое, потому что я-то вас не вижу, а вы-то меня видите, как бы не совсем честно, но зато как бы вот я отвечаю на все стараясь на вопросы. Ответить, через какой промежуток времени вы назначаете пациента на прием после лазерной коагуляции сетчатки для осмотра. Когда я провела лазерную коагуляцию, я пациенту говорю, что если у вас завтра или сегодня вечером возникнут какие-то проблемы, пожалуйста, приходите. Если у вас все хорошо и вы не ощущаете никаких, никакого дискомфорта, то пожалуйста, вы можете ко мне прийти через две недели. Вот так вот так вот через две недели после того, как я пациента посмотрю, я также решаю с ним этот вопрос. Если же пациент все хорошо, то я ему следующую явку назначаю через шесть месяцев. То есть это все индивидуально с каждым пациентом решается. Вот предложение пишут. Спасибо большое за вашу большую работу и за презентацию. Я услышала и увидела для себя очень много практических щитов. Огромное вам спасибо. Клинические случаи пятый. БЛК, решетчатый ПВХРД, там были жалобы или нет, там было ЗОСТ или нет. В подавляющем большинстве случаев в подобных ситуациях у молодых пациентов нет ни того, ни другого. А вы говорите о БЛК даже у детей. Нет, вы знаете, дело в том, что здесь важен очень анамнез. Занимается ли пациент спортом? Это очень важно. Не надо ли рожать? Ну, то есть готовиться к родам. То есть вот если эти факторы риска вы все сопоставите, то у вас получится как бы клиническая картина, и вы уже будете индивидуально у каждого пациента решать вопрос. Также это касается детей. Я же не говорю всем делать. Нет, я против, что всем делать. Должны быть факторы риска обязательно, должна быть динамика увеличения аттракции. Вот, тогда мы проводим лазерную коагуляцию. А то получится, как в том случае, был витроретинальный пучок, была обычная решетчатая дистрофия, раз, и пациент пришел с клапанным разрывом. А если мы еще не сделали лазерную коагуляцию, он на нас может и подпадать. Я думаю, я думаю, что я сейчас сделаю таким образом. У нас подходит регламент, который позволяет мне ответить, но вот на последний такой вот вопрос. Значит, у меня на почту пришел вопрос, который звучал таким образом. как же вы на периферии попадаете ОКТ в одно и то же место? Это очень интересный вопрос. То есть мы должны ОКТ, во-первых, очень хорошо владеть, потому что ОКТ возвращается в одно и то же место в основном в центре сетчатки, то есть макулярной области, где он замечает и возвращается туда же. Но на периферии это намного сложнее, но система трекинг, которая присутствует, она нам помогает. То есть мы сделали один раз пациенту, возвращаемся, предположим, через три месяца на это же место, аппарат действительно запоминает, но главная задача нам подвести. То есть есть такая инфракрасная камера, по которой смотрит наш доктор, который делает это исследование и старается попасть именно в эту область, именно в ту же точку попасть очень тяжело, но в эту область мы можем попасть. И еще помощь нам может быть 3D. Вы же видели, я вам показывала 3D, то есть очень интересно, когда мы проходим дистрофию от начала до конца и видим, где же тракция, где нет тракции, и это нам поможет с вами решить многие вопросы. Тогда не надо будет попадать в одну и ту же точку, если вы владеете функцией 3D на периферии сетчатки. Позвольте мне на этом закончить. Я думаю, сейчас мы перейдем к самому приятному, это решение вопроса, кому же присудим нашу премию, вот, наш атлас. Переходим. Я думаю, Алексей Валентинович. Ну, я с вами. Я с вами. Вот, я рада видеть всех наших слушателей, благодарю их за терпение, за то, что они задали мне массу интересных вопросов. Может быть, я на какие-то вопросы ответила не так, как им хотелось. У меня есть почта, я ее вам показала в рекламе. Пожалуйста, можете написать, я буду рада ответить, конечно, при возможности. Я думаю, что я вот эту книгу свою подарю Алексею Олеговичу Шестакову, который мне задал вопрос самым первым, и вот, который я озвучила последним. Это именно как попасть в одну и ту же точку на периферии сетчатки, на периферии сетчатки с помощью ОКТ. Алексей Валентинович, вы не возражаете? Конечно, пусть этот альбом полетит в Иркутск, я согласен. Спасибо всем огромное, желаю вам здоровья, вам большое венера и радость. И всех слушателей, я напоминаю всем слушателям, что следите, пожалуйста, за сообщениями о Тридомет Академии, о вебинарах, которые будут проходить в рамках этой Академии на нашем сайте. А ближайшие у нас будут два вебинара, первый будет Наталья Ивановна Куршева, он будет посвящен Глоукоме 8 числа, а 12 мая мы будем ждать продолжения развития вот этого вебинара, который вы сегодня услышали, Венера Родна, о том, что же делать и как делать с разрывом периферическим. Всем большое спасибо. Продолжение следует и вопросы, пожалуйста, присылайте, буду рада увидеть ваши вопросы. До свидания. Да, да, да. Список вопросов у нас сохранился, мы попробуем на них письменно ответить тоже. Спасибо вам большое и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok